так здравствуйте всем сегодня для нашего обзора нам понадобится сразу наверное начнем именно так нам понадобится куча проводов из них по факту понадобится наверно один до провода понадобится нам одна колонка желательно конечно было две но учитывая что у нас наличие просто одна акустика и то она на предзаказе надо человеку будет отправить ее но мы пока вот ну пользуясь случаем снимаем обзор именно одно он захотел кто видел обзор я объяснял почему он мне захотел именно 1000 делать определённо снова будет вывести на сделать не по типо две динамики хочет чтобы вот эта часть подключалась отдельно и вот эта часть общалась отдельно вот пусть делают что хочет у него какой-то контейша он хочет именно для работы сделать такую чтобы типа была как-то стерео чтоб до сюда не сулала zadizk вот и И понадобится нам большой здоровенный кабель. По сути он должен быть в два раза меньше, но такой кабель есть, такой кабель есть. Этим кабелем можно и сварку производить. Ну ладно. Значит, что сегодня мы с вами, друзья, будем рассматривать? Мы сегодня с вами будем рассматривать систему. Она состоит из двух блоков. Это Hi-Fi домашняя система. Многофункциональная, недорогая, интересная. То есть она выдержана в классических таких формах. Ничего не то лишнего. То есть никаких не то дополнительных наворотов, скажем. Все гармонично, все присутствует, все, друзья, качественно. Ну, ценности, все отлично. Значит, что мы будем рассматривать за систему? Сейчас покажу. Эти вещи продаются отдельно. На каждую вещь по отдельности у нас есть обзор. Ну, а мы решили уже снять непосредственно вещь целиком, потому что по факту, по факту, она так должна остаться в каждой семье. На самом видном месте. Вот. Поэтому смотрим. Значит, берем готовых товаров. Здесь берем мы... Значит... А у нас он вообще... Где, в усилителе хелесейверах он находится? Да. Вот, друзья, что вот это за система. Вот она. Рассказываю. Это комплект. Состоящий, как вы видите, из CD и усилителя. То есть, отдельно в моей CD у нас есть обзорчик небольшой. И также отдельно есть обзорчик и усилитель. Сейчас мы хотим просто делать общий обзор о двух вещах, потому что это брат и сестра. Значит, это комплект Elegance AUNA 2.0 Hi-Fi MP3 CD на 600 Вт. Производитель этой системы AUNA. Ну, здесь как-то почему-то не указано у нас в обзоре. Ну, вот, суть читать надо будет вам, друзья, много. Хотя это все не очень нужно. Ну, прочитаем. Комплект Elegant TAUR 2.0 Hi-Fi Set MP3 CD Player усилитель ресервер на 600 Вт Silver. Hi-Fi система с усилителем CD и MP3 плеером и FM приемником. Передняя панель из полированной нержавеющей стали. Цифровые и аналоговые аудиовыходы. Усилитель AV2 CD 508 Hi-Fi обеспечивает подключение стерео. Компонентов интегрированный вход. АУК спереди позволяет подсоединять мобильные устройства. Усилитель имеет достаточный резерв. Мощность до 600 Вт. Вторым компонентом является MP3 плеер CD AUNA CD 509 с выходом USB, через который песни в формате MP3 можно производить прямо с внешних жестких дисков и USB флэш. Основные функции этой деки воспроизведения CD-R и CD-RV дисков. Компакт-диск в формате MP3 можно воспроизводить. Радиоприемник FEM40 предстанциями. Устройствами удобно управляют с помощью прилагаемого пульта для сционного управления. Особенности Hi-Fi усилителя AUNA CD 508. Hi-Fi усилитель 600 Вт максимум мощности. На передний выход AAUX вход для подключения внешних аудиоустройств, таких как MP3 и проигрыватель компакт-дисков. Стереор CA. Один линейный выход. Простое управление с помощью пульта для сционного управления или встроенных элементов управления. Переключение источника сигнала на передней панели. Массивная входная металлическая панель и шлифованная нержавеющая сталь. Подключение 1,3,5 мм разъем AAUX, вход спереди. Три RCA, стерео-авдиовыхода. Один стерео-RCA для записи. Два гнезда для акустической системы, для подключения акустической системы, колонок. Сзади находится включение и выключение. Духполосный эквалайзер. Регулировка низких и высоких частот. Регулируемый бас. Регулировка громкости. Сопротивление 8,16 Ом. Напряжение питания у нас как бы стандартное. Там 230 написано. Габариты в сантиметрах, друзья. Это получается 42 ширина. 8,5 это высота, 26 см это глубина. Вес усилителя 3,3 кг. Свойства Hi-Fi проигрывателей. Компакт-дисков AUNA CD 509. MP3 совместимый стерео-CD плеер со встроенным FM радио. 40 предусторонних радиостанций. Соединение 1 USB спереди. 1 оптический аудиовыход. 1 коксиональный аудиовыход. 1 FM антенна. 1 стерео-выход RCA. MP3 совместимый стерео-CD плеер со встроенным FM радио. 40 предусторонних радиостанций. Ход USB для прямого воспроизведения песен в формате MP3 и USB устройств памяти. Цифровой аналоговый выход. Оптический коксиональный и RCA. Как бы линейные входа. Металлическая передняя матовая панель из нержавеющей стали. Соединение 1 USB вход спереди. 1 оптический аудиовыход. 1 коксиональный аудиовыход. FM антенна. 1 стерео-выход RCA. Воспределение форматов CD, CD-R, CD-RV, MP3. Автоматический и ручной тюнер. Функция повтора. ЖК и дисплей. Стандартное питание 230-50 Гц. Размеры его в сантиметрах. 42,5 это ширина. 8,5 это высота. 22,5 это глубина. Вес получается CD-проигрыватель. У нас 3 кг. И в итоге всей блочной системы у нас вес получается 6,3 кг. Нормально. Вот, друзья, осталось нам только, получается, по сути, распаковать. Поэтому я отключу, чтобы не шумеет. У нас системник шумит немножко. Он же так же у нас, как и кулер для охлаждения, так же у нас системник, как и обогреватель в зимнее время. Поэтому пока мы его отключим. И приступаем к распаковке. Единственное у нас, который минус, мы не стали уже его делать, потому что мы на них делали отдельный обзор. И сейчас мы делаем совместный обзор, поэтому как бы упаковки мы уже вот этим ножиком первоначально уже покрымсали. Поэтому уже так. Так, друзья, значит, вот это все. Кто смотрит, не первый раз, он понимает, о чем дело. Здесь, значит, в такой коробочке, обычной коробочке. Тут коробочка может немножко быть похуданной, но не столь важно, нам дело не в коробке, дело нам в том, что находится внутри. Здесь мы находим... Это у нас пульт. Антенка и брошюрка. Брошюр будет на двух языках, как бы и здесь русского нет, и английского нет. Языки тут немецкий, вот, и английский. Антенна и английский. Немецкий и английский. Информация стандартная, ничего такого мы здесь не определим. Это классика. Это вот антенна для фоем-приемника. Я хочу вам покрасить разъем. И сейчас я покажу все остальное. Значит, она вот такая у них идет. Ну, правильно, где-то запанеку там впавчик кинул на пол, чтобы она не торчала здесь металлическая такая палка. Аккуратненько, нету проблем. Разъем очень интересный. В общем, он вот таким вот клей. Клейма вот такой, ну, как это зажимчик. Клеймочка, не знаю, вот такая. Ладно, вот такая. Обычно ничего такого особенного. То есть, сюда. Так, пакетики мы эти выбираем. Значит, Это у нас CD. Сейчас, секундочку, уберем. Так, друзья, это у нас CD. Вот так вот он выглядит. Значит, ничего тут лишнего нет. Значит, это я включу, мы все посмотрим. Все кнопочки понажимаем. Пока давайте так осмотрим. USB, диск, ЖКИ, Open, включение, Play, Pause. Вправо-влево. Также это является функцией настройки радио. Это приключение, значит, между ее возможностями. То есть, получается, CD и радио. В обратном туннеле мы, это вот антенна. Вот она, видите. Все очень баска. Вот она. Такой разъемчик. И он так сюда хорошо входит. И выходит. Оп. И все. Есть. Потом включим, тоже посмотрим. Значит, линейный вход один. Это акциональный вход. Ну и это как бы оптический вход. Поэтому мы его сейчас поставим здесь. И посмотрим усилитель. И посмотрим усилитель. Усилитель чуть-чуть. Немножко По функциям, кажется, даже это сложнее будет. Хотя может быть сложно. Вот она все туда, а потом еще будем месяц убирать. Так. Усилитель выглядит вот так. То есть, основная ручка плавный ход без ничего. Ни щелчков, ничего. Просто плавный ход. Значит, вот эти ручки имеют в центре вот тут как бы шарик такой, на котором он застряется. И, ну, как бы основная тормозится, скажем так. И потом дальше. Включаем кнопочку, значит, CD. Включаем кнопочку, значит, DVD. Вот он, MP3. Не AUX, а именно MP3. Нажимаем на эту кнопочку и сюда вставляем любое мобильное устройство, но я имею в виду через провод. Вот. И слушаем его. Значит, мы обратно панель. Все у нас классически. Зажимчики или бананчики сюда вставляем. Вот у нас это для записи идет вход. это вот подписано AUX, DVD и CD для того, чтобы вам было удобно на передней панели что-то выбрать. Значит, все касается это бас у нас, это высокий, это баланс. Все, классика и больше ничего нету и все отлично. Все, составляем вот эту классику сюда. Так, то, что нам пригодится еще, то, что мы не будем пользоваться пультом. Дело понятно, он будет более функциональным, но подходить к стороне мне незачем. Я здесь клянушку. Так, и, значит, вот она сама суть санкаю ровненько в линейку друг к дружке аккуратненько выставить, чтобы ни одной зазоринки не было, чтобы все идеально стояло ровненько. Так, ну, все, друзья, все поставили. Линейка в линейку, полочечка в полочечку. Значит, осталось нам подключить. Значит, сразу начну, наверное, с подключения этой системы, а потом уже вернемся и расскажем, на чем мы будем слушать. Антенна я вам показывал, значит, я ее ставлю на то место, на которое я вам до этого показал. Вот она у нас будет, где-то там. Так, что мы здесь с вами послушаем? Давайте так, послушаем диск, который Наташа выбрала. Затем брошюрки мы эти уберем. Нам понадобится, понадобится нам вот этот проводок, понадобится нам, мы подключим сюда его. Ну, конечно, пустовано падает, но я хочу, поцепил, где-то красивее. Наверное, даже вот так. и что нам понадобится? Нам понадобится тюльпаны, тюльпаны это те, которые мы будем соединять с усилителем, поэтому мы подключим здесь единственный вход, который у нас есть, line вход, я так понимаю, что сиди, значит, идут, мы будем выбирать сиди, но сейчас мы все посмотрим. Значит, здесь я тоже ставлю тюльпанчик, разъем сиди, вот он нашел. Есть. Все. Теперь включаем, нет, пока не включаем. Значит, проверить мы будем на вот этой акустике, друзья, это у нас колоночка малона, значит, тут получается идут два динамика 12-дюльмовых, значит, 500 ватт в раме сиани, значит, 99 дБ и вуал давления, шум его, шум. Что еще? Вес 17 килограмм, если кому-то это будет интересно, и самое, что интересно, в пиках тысячу стоит, заоблачная, ну, зарядка, мне неплохо. И другой вариант, на 8 мм, потому что, друзья, усилитель у нас идет на 8-16 сиом. поэтому как раз акустика подходит. К сожалению, она у нас одна, поэтому так получается. Пользоваться мы будем, тут разъемов много, а эта акустика у нас есть разъем, пользоваться мы будем новыми бананами, которые у нас такие, какие есть такие, мы подключили, ничего плохого. Значит, коричневый провод у нас вот так. что касается, я предлагаю, сейчас перевернуть, и пока так. Значит, вот это вот мы вставили антенну, значит, это мы завели CD, отсюда вывели, тут один единственный, и теперь нам надо подключить акустику, мы подключим на один канал, но тут нужно клеймами зажимать, вот, но учитывая, что у нас вот как бы разъем такой бананчики, поэтому мы просто их вставляем. Мы не забыли, что у нас коричневые проводы, тут такой плюс, значит, мы вставляем сюда, вставляем сюда, вставляем хорошо, то есть, надо просто не вытащить, ну, конечно, при усилии. Я думаю, так как это лучше, чем зажимы, и вставляем второй сюда, все, четко. Вот, значит, это все мы подключили, возвращаем все обратно, так, сюда мы включили, для того, чтобы что-то тоже подключить. все эти проводы, как я вам говорил, они нам не понадобятся. Ну, вот так. Все. Значит, в сеть включается здесь, и здесь. Сеть здесь, 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 есть, есть, есть. Поехали. Начинаем с CD. Сразу загорается красное, загорается красное. Ну, как бы, все отлично. Теперь мы нажимаем здесь, на повторное включение, чтобы уже активировать. Загорается hello. раз, радио пошло, мы сейчас будем потихонечку рассказывать и объяснять. А здесь у нас загорался с CD. Давайте мы с вами, друзья, как дарим? Мы сначала проверим с вами непосредственно работу самого усилителя, вот, и самого, так называемый, MP3. А потом потихонечку уже будем подбираться, ну, и уже включим тогда непосредственно радио, включим тогда непосредственно с CD. Так, значит, что здесь есть? У нас есть здесь ручка громкости, значит, включение CD, включение DVD, включение AUX. Каждый щелчок происходит, слышите? Ну, то есть, классный такой щелчок, обалденный такой. Так, значит, есть у нас бас, есть у нас высокий, есть у нас баланс. Все. Друзья, вот здесь вот у нас, с той стороны отвечает каждому телефону, надо, чтобы оно будет покрутить, перевернуть еще раз. Значит, все отвечает на переднюю панель. Вот оно, это для записи у нас, это у нас AUX, сюда включаем, так включаем AUX, это DVD, здесь вводим DVD, что-то там, скажем, с видеосигналом, я так понимаю, это просто звук передачи, это у нас CD-передача, то есть все соответствует тем кнопочкам, которые я вам делаю. Здесь, получается, вот эта кнопочка, она называется, как MP3-вход, чтобы не вступить. Поэтому, как раз-таки, на MP3 у нас уже и включено. Все, включили. Так, загружается архив. музыка пошла, пока поставим. Все, музыка пошла, музыка, мы ее делаем вот так, включаем и замыли. Громкость. музыка. Так, друзья, вот она работает, она работает неплохо, давайте сделаем так, следующим образом. Сейчас я просто покажу, как работают низкие, потом как работают высокие, ну а затем покажу, как работает все вместе. Поэтому я сейчас просто убираю, это у нас высокие, убираю вообще. Это низкие. Громко не будем, чтобы было понятно. То есть, понимаете, вот это на серединке, и уже как в бассейне. Больше мы там еще не будем, ничего не будем. Чистоту разворачивать низких. Теперь я убираю полностью высокие, как можно. Убираю полностью низкие. И добавляем на стык. Громкость. Теперь все вместе. Давайте чуть-чуть, подойду немножко, вот так, я здесь вот, вот, что-то не должно, что-то. И... Держим все, иди, 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 То есть, представляете, звук у насыщенный, звук хороший. Представляете, что будет, если их две включить, и хорошо, ну, действительно, немножко отстроить тут, имеющий эквалайзер где-нибудь, настройство, то есть, вообще, передает, это, берем обычно стандартную, такой, не очень есть хорошая вещь, маленький джек, но передает сигналом, передает сигналом, очень хорошо. Это мы в сторону, нам это не надо, не сюда. Вот, теперь, что касается, непосредственно нашего CD-проверителя. Смотрите. Так, начнем, наверное, с самого классика, начнем. Нам надо переключиться на CD, переключились на CD, есть у нас пульт, но там мы пользоваться не будем, мы так. Друзья, диск, это классика, и дело в том, что в последнее время, очень многие начинают, интересуются, так, у нас просто радио, сейчас покажу, все расскажу, интересуются, непосредственно, уже, и, винилами, пластинками, как пластинки проникываются, и все остальное. Поэтому, как бы, здесь есть no disk, open disk, все, здесь мы вставляем его, закрываем, все, пошла загрузка, и есть небольшой шум, но это шум, просто естественно, это шум мотора, там вращается внутри диска, поэтому тут не без этого. Вот, пошла первая песня. То есть, мы как оставили так звук, когда проверяли, мы так его оставим, мы так его оставим. Потрясно! Так, теперь мы его достаем, все, мы его отключаем, сторонку. Так, по менюшке, значит, смотрите, вот эта вот, она просто кнопочка, которая, все кнопки есть на пульте, но мы не будем, их там много, они подходят, этот, он подходит, по-моему, к усилителю, если я не ошибаюсь, и к сиди проигрывателю, он подходит, то есть, как-то можно эквалайзер восстанавливать, то есть, это отдельная, ну, отдельная работа, и долгое время, поэтому мы просто делаем небольшой обзор не самого культа, вот, а делаем непосредственно, конечно, подложим его, обзор самого проигрывателя. Значит, вот этой кнопочкой мы сейчас включаем радио, включаем сиди, включаем радио, больше ничего нет. Вот этими, вот этими кнопками, это мы переключаем, право, влево. Вот где play, пауза, дело понятно, мы запускаем вход, и начинается уже автоматический поиск песен, и он находит быстро, какие-то 40 станций предустановленных, или он 40 станций находит, ну, надо тут с этим разобраться. Нам пока это ничего не надо, нам надо просто одну радио включить, постановить, как она работает. Антенку мы там поставили, выставили, поэтому он уже какие-то нашел у нас, поэтому мы, наверное, поставим сейчас, вот, наверное, как-то так, ну, и щелканем, вот, 40 станций, видите, он находит, но есть возможность установить 40 станций. Радио, я думаю, надо чуть-чуть больше баса, задать нам, и чуть-чуть больше баса. Смотрим следующее. ...и Австралии, и они намерены причалить Сиднери, если и дальше все будет благополучно. В последующие дни, однако, погода резко изменилась. Ну, что я хочу сказать, друзья, скажите, это классно, то есть, это круто. Радио, можно и USB вставить, можно диски послушать, насладиться радио, то есть, можно подключить любое мобильное устройство, как бы, к этому блочному, есть управляемый пульт. То есть, все гармонично, все по классике, ничего лишнего. Мне вот это все нравится, и по цветочкам мне нравится, все вот это, что оно есть. И нам, думаю, что люди могут спокойно найти место. Единственное, подобрать хорошую, качественную акустику, расставить акустику, не громко, но насладаться хорошей, качественной музыкой. Это из того, что мы сделали минимального такого обзора, поэтому, что хочется сказать в завершении. Вещь хорошая, я думаю, что на такие вещи всегда находят свои покупатели, тут без разговоров. Даже если что-то там, чуть-чуть, какая-то козка, царапка, не столь важно, а в целом, просто потрясно. Что хочется сказать в завершении, то, что, друзья, заходите к нам на сайт, вот у нас как раз таки он есть, вот мы здесь оставили, чтобы мы, если что, могли посмотреть. Есть у меня shop на кейс-шоу, что он называется, «Черная пятница». Также есть у нас на... Заходите к нам на YouTube-канал, где написано «Черная пятница, распаковочка». То есть из того, что нам приходит, из того, что нам попадаются у руки. То есть мы делаем какие-то небольшие обзоры, пусть мы делаем это непрофессионально, мы не гонимся, мы просто хотим вам рассказать и показать, просто все спокойно и естественно, какая техника, что из себя представляет. Техника сюда вознает в Германии, поэтому, может, когда-нибудь она у нас здесь появится, это было бы неплохо, потому что сборка и сама техника, она качественная. Вопрос-то, это второе, друзья, это в цене. А в цене она намного ниже, чем, скажем, чем та техника, которая предоставлена у нас, но более худшей линейки, чем есть вот эта техника. Поэтому о ней рассказывать интересно. А акустики интересно, то, что делают, то, что как они гармонично все распланировали, то, что они забывают определенную классику. То есть классика остается в моде, ничего-то там навороченного такого, непонятно. Ну ладно, это лирика, много слов. Поэтому, друзья, что я хочу сказать. Я вас, ну, жду у нас на сайте. Ходите, смотрите. Также я жду вас на наших обзорах. То есть, друзья, подключайтесь. Вот. А мы будем вам пытаться рассказать что-то интересное, что-то новенькое. А так, друзья, вам удачи, счастья и хорошей музыки. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок